Сейчас мы приехали в Горловку к Руслане и ее бабушке. Привезли ей продукты, вот наш продуктовый набор. А также передаем ей 2000 рублей, возьмите, от замечательной женщины из Москвы, Галины Ивановой. Она очень часто помогает и очень много жителям Донбасса, и переживает за них очень сильно. Бабушка воспитывает внучку одна, но, к сожалению, она не получает никаких выплат. Она работает, уборщица, вот еще не на пенсии, в школе за 3000 рублей. Не получает никаких выплат. Почему? Потому что мама этой девочки, то есть дочка бабушки, она уехала в Москву на заработки. Работала, нормально все было. А потом в 2014 году, под конец года, связь оборвалась, и до сих пор от нее нет никаких известий. Здесь в Горловке заявления в милицию не принимают. То есть всячески невозможно разыскать, то есть справку получить, чтобы она пропала без вести, чтобы какие-то выплаты она получала, эта бабушка, чтобы она была опеку новой этой девочке. Сейчас существуют проблемы, и у них очень трудное материальное положение. За 3000, извините, прожить вдвоем, еще платить коммунальные с девочкой растущей, это нереально. У них есть родственники в России, но они хотят, чтобы она приехала к ним, погостила девочку, как-то помочь им. Но, к сожалению, из-за того, что документов нет, о том, что пропала мама или опекунство, ее вывезти нельзя в Россию. Даже с бабушкой поехать она не может. Мама работала в Орехово-Зуево, в продуктовом магазине, и вот связь ее оборвалась три года назад, и разыскать ее сейчас никто не хочет, скажем так. Огромное спасибо, люди, которые помогают, низкий вам поклон. Почему? Потому что мы приезжаем именно к тем всем, которые экстренно нуждаются в нашей помощи. Спасибо вам.